Сегодня в Перископе Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые из мультфильмов компании Дисней давно стали классикой. А сколько лент было посвящено жизни принцесс, как минимум больше, чем пальцев на руках. Но разве хоть одна принцесса когда-либо носила очки? Мне не надо. Что-то купите хоть дома. Да мы купили. Что ты делаешь? Недавно 9-летняя школьница Лоури Мор из Великобритании написала письмо в Дисней. Девочка обратилась к Роберту Айгеру, президенту компании, с просьбой сделать мультфильм про принцессу, которая будет ходить в очках. Это письмо мама девочки опубликовала на своей странице в Facebook, и оно быстро стало набирать популярность. Я ношу очки с раннего детства и выросла на диснеевских мультиках, которые всегда обожала и считала замечательными. Но, к сожалению, ни одна из принцесс Дисней не носит очки. Из-за этого я чувствую себя недостаточно красивой, рассказала в письме Лоури. Также девочка считает, что эта проблема возникла не только у нее, ведь людей в очках называют гиками, а это не всегда приятно. Я надеюсь, что вы поймете меня и, может быть, создадите принцессу, которая ходит в очках. Я чувствую себя точно так же, как и огромное количество других девочек в очках, и не хочу, чтобы они переживали, как я, сказано в письме. Дисней прокомментирует письмо. Но там пока глухо. Может быть, сообщение еще не дошло, а может, ответ пишут долго, ведь оставить такое милое обращение без внимания никак нельзя. В Архангельской области на архипелаге Новая Земля введен режим чрезвычайной ситуации. Что произошло, спросите вы? Извержение вулкана? Цунами? Землетрясение? Танос с перчаткой бесконечности? Шестью камнями мне достаточно щелкнуть пальцами и убить вообще все живое, так что это милосердие. Нет, там происходит нашествие белых медведей. И они пришли не с миром. Говорят, что животные заходят в дома и преследуют людей. Отмечаются случаи агрессивного поведения животных, нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Рассказал заместитель главы администрации Новой Земли. В одном из поселков архипелага обнаружили 52 медведя. При этом небольшая популяция находится в деревнях постоянно. В администрации отметили, что животные совершенно потеряли страх и перестали реагировать на обычные меры безопасности. Отогнать их с помощью собак, патрульных машин и даже светошумовых сигналов невозможно. Продолжение следует... Это не так... Это хорошо. Это хорошо. Я на новой земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов, сказал глава администрации. Нет... Это не правда. Это невозможно! На архипелаг отправили оперативную группу для оценки обстановки. И недавно стала известна причина нашествия. Ситуацию объяснил директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. По его мнению, миграция медведей связана с изменением климата, а именно таянием льда. Медведь Медведь приспособлен к тому, чтобы охотиться на тюленей в таких разломанных льдах. А когда лед исчезает, медведь не может охотиться в воде, поэтому он вынужден выходить на побережье. Медведи разрыли очень большую помойку, и они ищут себе пропитание, находят его, поэтому они пока еще в густонаселенном поселке. К сожалению, разрешить ситуацию мирно не представляется возможным. По этой причине на архипелаг направили группу специалистов. Их задача заключается в вывозе медведей подальше от поселков. Если же так сделать не получится, животных усыпят. В интернете давно обсуждают ожидаемую премьеру фильма «Аладдин» от режиссера Гая Ричи. Недавно студия Disney показала новый тизер, и в ней засветился джин. Его играет Уилл Смит, и выглядит это так. Джины, желания, лампы. Ничего не слышал вообще. Интернет-сообщество среагировало моментально. Синего Уилла Смита стали сравнивать с другими персонажами синего цвета. Среди них отсылки к компьютерным играм, опять же, к «Мстителям», фильму «Аватар» и многим другим проявлениям поп-культуры. «Аватар» и «Аватар» и «Они», «Аватар» и «Аватар» и «Аватар» и «Аватар». Ждем, что еще могут дать миру режиссеру. Дисней и спецэффекты. Но лучше, чем «Синий Уилл Смит» уже точно не будет. Или будет, но маловероятно. Разве бывает лучше? Лучше не будет никогда. Никогда. Эта история произошла в Уральском государственном архитектурно-художественном университете в Екатеринбурге. Студент переоделся в знаменитого кота Гарфилда. Такой ход помог ему сдать зачет, ведь преподаватель его принимавший очень уж неравнодушно к котам. В мае 2018 года сайт ВКонтакте пополнился еще на один видеоролик про котиков. В нем зафиксировано все вышеописанное, но внимание ролик привлек к себе совсем недавно. Вопросы использования произведений. Вопросы и другие. Также в интернете есть информация, что это не первый случай, ведь о любви преподавателя к кошкам в университете знают все. Ранее ради сдачи зачета ученики надевали на занятия ободки с кошачьими ушами, рисовали себе кошачьи усы, а в крайних случаях приносили на занятия настоящих котов. Вполне обычный случай, скажете вы. Студенты ведь хотят получить зачет, а для этого все средства хороши. Но тут в игру вступает ректор вуза. По информации СМИ, в отношении преподавателя, принимавший зачет, инициирована проверка. Каноническая история о том, как шалости могут стать проблемой. Очередная новость из Канады. Иногда даже складывается впечатление, будто там все гораздо веселее. Споры, дебаты, инопланетные тарелки. Но на этот раз все гораздо интереснее. Аномалия. Недавно жители канадского города Карстейрс столкнулись с необъяснимым. Возле местного магазина не заводились автомобили, не открывались брелоками, звенели без причины и многое другое. Жители начали грешить на сверхъестественные силы. Местные даже стали бояться приезжать в это место. А новость породила множество суеверий. Сотрудница злополучного магазина сказала, что люди не приезжают, потому что боятся, что их авто не заведется. Также она добавила, что в разряд самых популярных шуток в городе добавилась и такая. Скоро мы будем ходить в шапочках из фольги. После того, как об этом рассказали в СМИ, магазин привлек внимание Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады. Представители ведомства провели расследование и выявили, что причиной всех бед были совсем не злые духи и вовсе не инопланетяне. Дело в неисправном стартере одной из машин, стоявших около магазина. Сломанное устройство создавало помехи для электроники. Представители ведомства сообщили, что прибор деактивировали и проблема полностью исчезла. Также они добавили, что помехи – чистая случайность. Хотя версия со злыми духами была куда эпатажнее. Даже немного обидно. Недавно в США состоялась Великая битва снежками. А все из-за поста в Фейсбук. Жительница города Такома в штате Вашингтон Стэйси Стивенс написала в своем аккаунте, что хочет устроить большую снежную битву в местном парке 9 февраля. Девушка пригласила на бой всех, кто живет недалеко от этого места. Этот пост, конечно же, быстро набрал популярность. В итоге пришли сотни человек разного пола и возраста. Также мероприятия поддержали местные власти. Только с одним уточнением – губернатор попросил всех жителей быть осторожными. Собравшиеся на бой добровольцы поделились на две команды. Во время игры некоторые бойцы катались на санках и использовали столики вместо щитов. Битва продлилась примерно два часа. Ни один из участников баталии не получил травму, а на фотографиях одни только улыбки. Настоящая идиллия. Хороший способ провести время, не так ли? А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok